Уровень заболеваемости ковидом опять растёт. Глава региона уже рассматривает вариант о введении жёстких ограничительных мер для ульяновцев. Новый свод правил пока что в проекте, но при сохранении неблагоприятной эпид-обстановки он может вступить в силу. А это значит, что посещать кинотеатры, торговые центры и кафе ульяновцы смогут только с наличием справки о вакцинации. Концерты и выставки отменят, а свадьбы опять обретут камерный характер. На торжестве смогут присутствовать не более 10 человек. Предлагается ввести ковид-фризоны. В общественных заведениях, например, в клубах и ресторанах. Их коллектив сможет работать только при стопроцентной вакцинации. И это даст возможность возобновить работу вот этого закрытого бизнеса именно с учётом минимальной возможности заболеть. И также это предусматривается, также возможность проведения различных мероприятий. В связи с возросшей частотой заражений в Ульяновской области вновь проводятся рейды. Сотрудники правоохранительных органов начали ежедневно посещать торговые центры. Как соблюдается масочный режим? Есть ли санитайзеры и рециркуляторы? В этот раз полиция проинспектировала «Оптимус» и «Стройград» в новом городе. Большинство покупателей маски носят. Но два протокола об административных нарушениях всё-таки составлены. Управляющий торговым центром «Стройград» вместе с коллегами стоит на страже порядка. Однако за всеми уследить не всегда получается. Люди по-разному реагируют на замечания. Поначалу даже агрессия была, сейчас люди адекватно. Более-менее. Ну, попадаются экземпляры, но это всё меньше и меньше. Ну, идёт звуковое оповещение, плюс охрана проходит каждые два часа территорию. То есть, если видят, что на территории бутика есть покупатели без маски, обязательно подходят, говорят. Если Алексей Русских одобрит антиковидный регламент, то он будет актуален до 26 сентября. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Управда ТВ.